почему наша сборная на евро 2016 опять проиграла я думаю наверное не хотели почему она или сколько они вложили труда желания своего ну что я могу сказать вот надо стремиться к этому к этому стремиться нужно вы молодежь за вами будущее вот потому что с детства их не обучили из-за этого и проиграли мало спортивных мало спортивных комплексов залов хороший вопрос ответа потому что как такового вряд ли кто-нибудь скажет однозначно но мне кажется надо начинать с детского футбола в развитии и отменять лимит на легионеров все и потолок зарплаты но это риторический вопрос мне кажется все время проигрывает какая причина причина может быть причина потому что мы в россии живем они в бразилии где-нибудь может у них генетика немножко другая хотя наверняка в россии тоже есть талантливая молодежь которой просто нужно заниматься только не футболе я честно не интересуюсь но как там в песне топилась в камеди клубе член сборной россии знаете может быть это в характере просто русских понимаете лень элементарная то есть люди просто ленятся тренироваться наверное да то есть нет наверное какого-то стимула я бы не сказал что мало платят это просто вот это вот элементарная русская лень то есть не хотят играть ну как потому что не умеет играть нет самая главная причина основ основ это большие деньги которые это большие деньги которые они получают я считаю это разращает футболистов и не позволяет им показать то на что не способны они не способны три игры да было со всеми три игры из всех из всех почему смольников не мог там закрыть акинфея конечно не потащить все удары из всех ударов всех ударов ну я имею ввиду там свойством играли совсем не получилось следующее нельзя давать бить нужно закрывать и смольников кстати смольников плохо сыграл очень плохо сыграл сыграл акинфеев вратарь плохо сыграл акинфеев сыграл очень плохо в нападении дзюба плохо сыграл плохо были кто хорошо сыграл ну например возьмем из локомотива этого как его ушакова да ушаков хорошо и забил кто опять же василий березуцкий до 2 гола забил один все три игры три игры одну очкова и 6 пропущенных голов все кого ставить сейчас сборную всю полностью переберут всех аршайн вернется по любому команда явно старая неподготовленная почему наша сборная на евро 2016 опять проиграла почему она все время проигрывает из понятия я даже не знал об этом потому что не умеет ребята играть играть в день и зачем играть смысл раньше наши футболисты играли за россию а эти игроки играли за деньги вот и все почему они все время проигрывают потому что не умеет играть согласно я думаю что им слишком много денег платят они обнаглели и заелись а вы как считаете самое что пускай много зарабатывают много себе позволяет чего же сборная по футболу опять проиграла проблема не в тренере проблема в игроках я думаю что не все не проигрывают ну это уже мотивация скорее всего много денег получают кого надо к ответу призвать министра игроков или тренера ну министр уже их отмазал тут уже спорный вопрос с кого спрашивать ну с господина мутко мутко вообще отдыхает пошел вообще во-первых он засадил мутков во-первых засадил всю полностью сборную олимпийскую то есть сейчас мы не можем на олимпиаду поехать вообще то есть мутко убираем вообще муткой то вообще чему вообще чему во-первых почему чему чек мешаешь обществу то есть он сидит просто тупо нах и смотрит как там мелдоний там хероним сейчас нам нужно сборную сборную полностью перебрать полностью перебрать и поставить тренера российского тренера ну например ну например поставим карпина для никого и не тренеры не игроков и не министр оставить как есть нет все не оставить как есть нужно поменять весь принцип до систему поменять обучение с пеленок как канадцы на коньки на коньках так из двух сто трех лет футбол вы знаете отвечать вряд ли кто-то будет серьезно вот если бы от вас зависело вы с кого бы спрашивали затруднение со всех наверное да всех первую очередь конечно можно у них спросить почему у людей которые не добиваются мировых результатов в общем-то мировые зарплаты мировые говоря и об уровне и говоря о стандартах каких-то да я думаю что как всегда в россии ответственность у нас распределяется ровным слоем как масло по хлебу поэтому к ответственности прежде всего на призывать руководство то есть министерство да я думаю что министерство спорта да в частности этого мутко товарища который трех слов по-английски сказать не может хотя бы первым таковы двинует по сути министра игроков или ты министра министра конечно да а я бы всех призвал к ответственности к ответу ну и игроков и министра дай всех нет мне кажется надо привать к ответу тем кто им платят как бы игроки ни при чем но как бы есть конечно мне то что они причем как бы но тем кому платят те кто платит вот они как бы портит их раньше ссср им платили премию все дела короче они приезжали а сейчас кого надо к ответу призвать игроков тренера или этого как его министра первую очередь функционеров которые создают такие условия для игроков которые министерство все-таки да в целом до министерства футбола не то что футбола спорта который не развивая не занимается развитием детского футбола занимается даже не знаю наращиванием зарплат своих футболистов создавать тепличных условий для футболистов кого надо к ответу призвать министра вот в дворах походите поездите посмотрите как виртуозы играют молодые наберите со всей россии сколько там нужно 100 человек выберите из них 11 пусть попробуют всех футболистов самих первую очередь министра рыба гниет с головы да всех надо всех почувствую поменять молодых на вот ребят дворовых лучше всего пускай учатся и за страну борются вспомните как играли в ссср великие люди лев яшин кстати акинфеев молодец вот прекрасно игорь просто ему респект большой видно было что человек старался надо брать пример со старшего поколения не все было плохо раньше не все было плохо учиться надо и желание самое главное желание как вы относитесь к вот этим их посиделкам в монте-карло после ну там во первых как они приехали в монте-карло а кто приехал там в монте-карло там мамаев и кокорин ну и что боярский сказал что я боярский даже боярский он сказал ну что мы приехали там отдохнули там повеселились за свой пятак все а причем здесь все остальное это вообще я думаю что ребята просто оказались в ненужный момент в этом месте никого не буду защищать не был там не знаю как на самом деле я думаю что они просто заложники ситуации это трудно сказать потому что может быть пропаганда может быть и правда сложно сказать есть видео где они сидят в клубе видео есть но кто-то кто платил неизвестно деньгами не все в порядке пьянка после проигрыша мамаев с кокориным там 250 тысяч долларов пропили 500 бутылок заказывали вы как к этому относитесь я об этом не слышала но некрасиво ну как первое время чумы и наглость большая наглость очень не так нельзя я к этому отношусь как обыкновенной шалости людей у которых есть просто деньги они могут себе это позволить почему бы и нет но просто это может быть это спланированная какая-то пиар акция ну эта информация попала ну стало достоянием общественности ну я не знаю может быть это их личный пиар да но с другой стороны если говорить в целом о спорте то это конечно же анти пиар ну просто не факт что она была но вообще хорошего мало поэтому отрицательно понимаете тут у меня такое отношение если это было на самом деле в чем таких прямых и явно выраженных доказательств вот тут нет да если это было так на самом деле то я отношусь отрицательно и порицая эту пьянку если если это была конечно пьянка вот а если это интернетная выдумка ну или при 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 украшивании ну то они имели право на отдых в этом ресторане вот в этом заведении во-первых никем не доказано что это именно они потратили вот а вообще поскольку у народа значит живущего очень тяжело вот всегда вызывают негативные моменты вот такие пьянки траты денег с другой стороны считаю что ребята в свои 26 27 лет еще социально не адаптированы вот и практически не воспитаны своими ни родителями ни наставниками спортивными они должны были бы их конечно ориентировать на более скромное так сказать время провождения вот хотя и примеров было уже достаточно и анюков и гиржаков и аршавин ну это касается наших питерских футболистов я думаю что не они одни так делают просто они попались на этом а там вот как бы все говорят сидели во время гимна а вот по-вашему стоит ли в ночном клубе то вставать во время гимна ну кто сидел ни одни не смотрение не знаю не обязательно наверно если не красная площадь да конечно там много национальности поэтому не знаю фигня какая-то да наверное больше да чем нет не хочу на это их личное дело но видите как узнала общественность об этом а могла не узнать я свои как бы три копейки вставлять не хочу негативно негативно нельзя так делать даже то время хотя хотя бы хотя бы чуть попозже но не тогда когда все играли и выигрывали они проиграли а вам не кажется что народ то больше негодует из-за того что они отмечали после проигрыша они тем что они 250 тысяч долларов пропили задумывались вообще-то проигрыш не проигрыш они просто гуляли отдыхали а на самом деле там двойственные чувства короче у них были деньги все дела как бы их не было вообще не интересно как бы вообще говорят что было ответка им поставили они поставили как бы но у них есть бабки про что я говорю как бы то что им платят как бы все я думаю они всегда так отмечают поэтому попали просто просто попали в струю конечно же это выглядело аморально если честно то есть после проигрыша праздновать вопрос что праздновать поражение наверное не очень красиво со стороны было скорее всего другое дело что в каком ракурсе и с какой стороны опять же наши сми преподают все это если показать что они совсем по другому по другой причине оказались там это может совсем по-другому раскрутить а на фоне проигрыша нашей сборной конечно недовольных людей будет намного больше чем довольно не стоило отмечать так проигрыш да на 250 тысяч долларов ну а мне кажется 500 бутылок все равно я думаю что это журналист заблуждается а вам не кажется что люди то недовольны не тем что они там отдыхали 250 тысяч долларов потратили тем что они после проигрыша это делают но это да я с согласен только здесь вот непонятно с чего есть полная уверенность что это именно они потратили 250 тысяч долларов я про это слышал и читал но вот ну вот полную полной уверенности в этом нет что это именно они потратили скорее за проигрыша да конечно потому что ну во первых потеряна гордость даже за свою страну и это первую очередь печально что от молодых такое вот мне вот от этого ну как бы обиднее наверное всего что мы перестаем любить свой город свою страну и соответственно уже от этого теряются вообще все вот там про них сказали сидели во время гимна а вот по-вашему стоит ли вставать то в ночном клубе когда гимн играет вот здесь я не знаю здесь такой он действительно хочет вставай хочешь нет но опять таки это некрасиво да потому что все таки наш герб наш гин мы должны мы россия ну в первую очередь мы должны уважать тогда нас будут и уважать и в мире пропили нашу страну конечно лицо лицо россии да ну нет лицо если выигрывали чего-нибудь хоть за всю жизнь то что нибудь забили там а так да смотрите интересно если честно то что они заработали деньги они их не украли не наркотики продали потом пошли на эти деньги гулять им пласят эти деньги они получают их то есть как бы это не проблема у них есть такая возможность они не особо напрягаются получает эти деньги и идут кутить это такое поколение вырастили за счет лимита за счет непомерных зарплат и никто никому не нужно уезжать в европу никому это не интересно всем ничего деньги есть чем зачем напрягаться то все-таки недовольство не количеством выпитого проигрышем проигрышем и поведением футболистов после проигрыша вместо того чтобы там основная масса игроков их не видно они там ну возможно наверно действительно расстроились и не занимается там публичным разгулом тут хотя кто-то подставили тоже по большому счету не они же заказывали ну тут люди как бы некоторые смотрят футбол раз в год поэтому судить глупо ну и то что распуска петиций ну команды тоже считаю неуместный кто тоже должен играть наверное да наверное скорее всего так я думаю все равно все когда-то станет на свои места конструктивизм это деструкция она всегда разрушает и общество все она много что разрушил человечество вообще создан для того чтобы созидать мы же единственный из приматов так скажем из питающих которые мыслят что-то делают что-то хотя с другой стороны планета и без нас прекрасно проживет каждую неделю международная антидопинговая ассоциация кого-то отстраняет или выгоняет из российских спортсменов как вы считаете это реакция на внешнюю политику лет на самом деле они вдруг все такие нарушители стали несомненно и не нарушители а вообще вот конечно если вдаваться в историю то по существу считаю что допинг был всегда и вообще вранье вот это в спорте в нашем в советском всегда было поскольку сами понимаете футболисты были слесарями дворниками и так далее устроены вот а побеждали как очень профессионалы любителей на олимпийских играх на чемпионатах мира вот а то что сейчас допинг это просто как бы реакции на политические события вот и по существу вот я считаю что правильно вот правильно вот и потом эти вот чемпионаты мира олимпийские игры зимние вот это считаю ненужное мероприятие для нашего народа поскольку уровень жизни у нас очень низкий вот и вот это первое время чумы никому не нужен да я думаю нарушаем то мы все вот почему только русских российских сложно сказать но это связано же вы знаете те последние события с крымом наверное да с этим какая-то связь идет да а потом наверное хотят исключить нас из участия отстранить нас от участия в олимпиаде наверное да ну это результат внешней политики да это результат внешней достаточно наверное не то чтобы жесткой политики продуктивной политики и политики путина и политики ну министерства иностранных дел да то есть жесткий ответ то есть россия всегда дает жесткий ответ и внешним политикам и европе и турции то есть ну и это не согласие наше несогласие с европейской политики с политикой наверное соединенных штатов да но выражается вот в таких вот уколах я считаю эти уколы незначительными да я думаю я думаю что препараты эти применяются во всем мире все спортсмены в большей или меньшей степени употребляют их в данный момент просто акцентировали внимание на россии какой причине а решили видимо утопить российскую сборную и не допустить в общем то говоря о каких-то масштабных вещах скорее всего поступают не олимпийскими стандартными действует международная какая-то ассоциация хотя олимпийское движение она была совершенно другим то есть это результат внешней политики путина нет это не внешней политики путина это скорее давление мирового сообщества против россии я так это понимаю нарушители принципе есть везде скорее всего это политические мотивы то есть это реакция на внешнюю политику больше да чем нет внешняя политика конечно тут политика прежде всего неправильно себя ведут у нас политики не наши западные политики конечно спорный вопрос на самом деле возможно как бы тут делаю в политике но возможно они сами допить не употребляют они бухают что играют это политика вот например шарапову выгнали она же не первый год спорте что раньше допинг не употребляла вот лично мое мнение может быть она расходится с другим мнением допинг вообще нельзя никому принимать если ты знаешь заранее что это допинг все попадаешь под статью по вашему это результаты внешней политики или это на самом деле наши спортсмены такие нарушители наши спортсмены нарушители все нарушители я считаю но нельзя принимать конечно конечно нарушители я однозначно точно считаю то что нарушители не принимают не я думаю тоже принимают но стараются найти другие средства, чтобы их не взяли за одно место. Да, это политика. Я тоже согласна, что это политика. То есть спортсмен-то и ни при чем, да? Ну да. Ну это еще неизвестно. Может быть, что-то там и пил, но скорее всего больше по политике. Мне кажется, все принимают там что-то, но именно русских ввиняют. Допинг-контроль идет только со стороны Европы. Ну то есть, в нашей домовщине никого нет. Ну ты представляешь? То есть ты вот пробежал 100-метровочку, да? Например, 100-метровочку. Тебе вот пробу, ты там а потом вот с тебя снимают в пробку. Ну то есть. И потом раз, джик! И все. Замешали тебе конитель. И ты считаешь уже все. Почему раньше не было столько вот этих вот обвинений в употреблении допинга? Потому что идет кризис у них там. По-вашему, это ответ на внешнюю политику? Конечно, внешняя политика. Они сейчас хотят на Россию надавить. Пускай давят. То есть спортсмены-то, по сути, ни при чем. Они как были, так и остались, да? Обязательно. Они давят. Вот на Олимпиаду кто поедет сейчас? Кто поедет? Одна, единственная, под российским флагом кто? Которая прыгает в длину под российским флагом? Всех остальных зажали. У меня нет однозначного ответа, поскольку это нужно сверху смотреть, да. То, что до нас доходит. Мы можем считать, что это политика. Можем считать, что это действительно все так. Все так на самом деле. Вот вы не допускаете, что это результат внешней политики Путина, что все ополчились хотя бы даже на спортсменов? Вопрос провокационный, но, опять же, помимо наших спортсменов попало много спортсменов из бывших стран СССР, которые сейчас не относятся к России, которые не поддерживают, может быть, политику Путина. Просто они пользуются мельдонией. И все. У штатов тоже есть свой мельдонией, который либо пока не нашли, либо пока не хотят найти. И все. Ну, это элемент давления на Россию. И связано это, наверное, все-таки по большей части с политикой. Это не спортивное действие, так скажем. Вот такое мнение. Я понимаю себя от этого очень далек. Одно могу сказать, будет ли на нашей улице праздник когда-нибудь? Какие? Наши годы, ваши годы какие? У нас большая, огромная страна. У нас потенциал великий. Я думаю, все это наладится, как с Турцией. Опять вроде как собираются ездить, отдыхать. Также когда-то спорт на свое место придет. То есть помиримся, и все назад вернется, да? Конечно. История все рассудит. Конечно, результат санкций внешней политики. Наша страна много выиграет, хотят нас слить просто в это все. И начинает придумывать, что хочешь. А если начать их копать, америкосов там и всех остальных, они все... Теннисистки все такие накаченные. Понятно, что это же не натурально. Это что, теннисистки что ли? Это танк какой-то. Думаете, ничего не принимают? На сто процентов. Только копни, и там такое всплывет, что похлеще нашего, наверное. А политика-то правильная у нас внешняя? Правильно, это все завязано политикой. Ну, уже идет борьба Америка, Россия, вот и все. Как внешняя политика у нас правильная. Но, к сожалению, она на внутренней отражается отрицательно.